Персонажей уже перебанили. Оптик, но остался какой-нибудь абаддон, на котором Сумаил тоже много играл уже в сложной, поэтому не удивлюсь, если от него избавятся они. Есть еще какая-нибудь Энигма, которую могли бы взять и те, и другие. Но есть более такие экзотические варианты, наподобие Клокверков, Магнусов и так далее. Как уж команды разделят оставшихся оффлайнеров, посмотрим. Пока что это пугно. Вот оптик гейминг, который уходит в бан. Последний пик. Около 15 секунд остается в Суме оптик. Нужно делать выбор. Нужен герой в сложную. Пора, ребят, пора. Пипи-пиди, гений драфта. Берет Энигму. Та самая Энигма. Вот он. Ультимативный такой персонаж, который способен при хорошем ультимейте чуть ли не в одиночку выиграть игру. Это герой, который хорошо пушит. Это герой, с которым можно защищаться. И вот сейчас мне пик оптик нравится очень сильно. Как будут отвечать ЕГЭ? Вы не можете взять Рубика против Энигмы. Вам некуда его ставить просто. Вы же не поставите таска в сложную, правильно? И ЕГЭ берут себе Бэтрайдера. Ну вот тот самый герой, на котором сегодня уже играл Сумаил. Играл хорошо. Выиграл. Может быть, получится сыграть и теперь. Смотрим, кто на ком играет. Фир, конечно, на Вайпере. Мизери. Саппорт Энштопаришен. Артизи будет выступать на Пээле. Сумаил. Его Бэтрайдер. Ну а Крид сыграет на Таске. Команда Оптигейминг. 33-й. Сложный на Энигме. Зайс играет на Вичдокторе. ППД Чен. ССНС. Медовый Гирокоптер. Ну и Пайкат, понятное дело, в легкой Террор Блейд. Пики сделаны. ЕГЭ больше не имеют права на ошибку. В случае поражения они покидают очередные квалификации на очередной мейджор. Это будет ударом, я уверен, для них. Поэтому нужно стараться изо всех сил. Артизи попробует выиграть для своей команды эту карту. Ну, на него здесь все надежды возлагаются. Именно Фантом Лансер здесь. Самый главный кэрри. Вайпер. Я в него не верю, к сожалению. Вот при таком драфте. Мне нравится, когда Вайпер с командой идет там очень быстро в агрессию. Очень такую серьезную доминацию в мидгейме, когда сносятся вышки одна за другой. Когда он в роли танка принимает на себя весь урон и очень много терпит. При этом вносит приличный дэмэдж. Но здесь все герои относительно пробиваемые, уязвимые. Ну и Лейд. По-прежнему Лейд. Оптик Гейминг невероятно силен с Энигмой. Уж не знаю, как 33-й на ней выступает, но драфт... Именно по драфту отдаю предпочтение им. Как пойдет по игре, будем смотреть. В смоках Evil Genius'ы с прошлой карты они взяли только одну руну. А нет, не одну они руну не взяли. Его сейчас не получилось. Закрыть зая, тот откидывается касками. Замедлили его, но могут не отпустить. Копье прилетело, слоу-граундер расстреливает фир. Последняя тычка от фира. Фирсблат ему достается. В этот раз получилось. В этот раз ЕГ точно все руны не отдадут. Могут как минимум две нижних забрать. Может быть, что и у Сумаила сверху получится. И пока ЕГ вроде как идут в сложную линию триплой. Они умеют таким образом играть. Да и Чен, персонаж, которому периодически нужно смещаться в лес, там фармить, там брать крипов. Таким образом, Террор Блейд может остаться лишь Свичдом. На легкой, которого может не хватить. Ну, я так смотрю, оптик меняются, да? Энигма идет в легкую линию. Террор Блейд, соответственно, собирается идти в сложную с саппортами. Этот вариант будет более хорошим для оптигейминга, очевидно. ЕГ рассчитывали постоять 3 на 2. Бэтрайдер. Посмотрим, как он там справится. Чен постоянно будет ему мешать. Ну и, кстати, пайкат пошел в миддл на Террор Блейде. Гирокоптер все-таки будет стоять на сложной в исполнении CCNC. Сумаил сегодня стоял против Гирокоптера. Не помню с кем. И очень уверенно их там уничтожил. Но это будет совсем другая игра. И вот сейчас Сумаил чуть ли не погибает. Как бы не погиб. Кстати, последние две тычки нужно нанести. Минус Сумаил. Браво, оптик. Очень здорово сыграли. Одной ракеты хватило, чтобы осилить оффлейнера команды Evil Geniuses. Ну и пайкат сразу же прожал Метаморфозу, чтобы помешать здесь Артизию нормально добивать крипов в самом начале. К тому моменту, как она закончится. Вот уже и второй левел есть у пайката. Энигма. Благодаря Эйдалонам будет лишать Фира части крипов. А Вайпер все-таки не тот герой, который может их быстро убивать. Вчера я смотрел, как стояла Энигма против Тайтхантера. И Тайтхантер там в два раза больше просто, чем Энигма нафармился. За счет того, что убивал Эйдалонов пачками. Ну и, конечно, по деньгам имел гораздо больше. Здесь пытаются мешать Артизию. Есть хороший крип и много урона он получает. Фласки, кстати, нет. Ее нужно будет нести. Есть танго, есть стики. Но пока вот три топ крип стата именно у злых гениев. А оптик оформляют очередной фраг на Сумаиле. Второй подряд Зай. Это делает. Зай разозлили после того, как оформили на нем ФБ ЕГЭ. Сумаилу уже сложно. Ведь с ним Томанч Топаришин стоял. Поэтому меняются таким образом, что вообще Артизия идет в легкую. И Сумаил идет на центр против Террор Блейда. Ну тоже на словах он может тут его понапрягать за счет Напалма. Но опять же, там есть стики. Убивать. Здесь можно будет Террор Блейда в случае какой-то ошибки. Вот так и Кирокоптер бежит на мидл против Сумаила. Снизу файт. И огромная проблема у Фира. Бьют его Пайкат вместе с Тридцать третьим. То же самое можно сделать на самом деле с Критом. Да, он разменяется с Ченом, но может отсюда не уйти в итоге. Прячется в Сноубол. Пока еще живет. И метапорфоза появилась. Даблкил для Пайката. По-моему, оптик здесь начинает очень уверенно, начинает отрываться. ЕГЭ со своими перемещениями по лайнам несколько посыпались. И просто были выбиты. Из колеи. В итоге Фир в миде. Бэтрайдер в сложной. ПЛ в легкой. Оптик на это все отвечает. Но отвечает после того, как фраг какой-нибудь заработает. Еще что-то полезное сделает. Вот уже четыре они фрага сумели совершить. Ну, Артизи. Идет битие долонов между Т1 и Т2. Там недалеко Вичдоктор. Там недалеко Чен. И Артизи можно здесь оставлять. Он получает Маледикт. Самое главное, что он его получает. И также есть каски. Очень больно. Прыгнуть еще раз не сможет. Минус Артизи. Фраг достается ППД. 5-2. Погибает кэрри команды ЕГЭ. Но Террор Блейду пока никто не мешает. Ну что, на Фира пойдем таким образом. Ракета-то прилетит. Ладно, а дальше? А, ну а дальше Вичдоктор с Ченом также подтягиваются. И Фира тоже здесь можно оставлять. Ракета прилетает. Маледикт он получает. Крит попытается спасти. Крит, мне кажется, тоже пришел ошибочно. И тоже может отсюда не уйти. Нет. Ладно, хотя бы Крит уходит. Зай третье убийство подряд. Минус очередной Кор. Evil Geniuses. Сумаил хотя бы свободу получил ненадолго. Пользуется этим. Получает уже пятый уровень. И... Потихонечку начинает пробивать вышку. Летит к нему Гирокоптер. ТБ. Сапог себе несет, я так понимаю. Сапог и... Его же Аквила летела. Наконец-то и Артизи фарм получит. Тоже пока только четвертого уровня. Ну ладно. Рано я храню ЕГЭ. Тут ни в коем случае еще критичного ничего не произошло. У них три топ-крип стата. Да, они мало убивают. Да, они много умирают. Но... Это только начало игры. У Энигмы дела. Идут не самым лучшим образом. Всего 16 крипов добито. И вот сейчас Энигма очень уязвима. И от тимы пользуется ЕГЭ. Нападают на нее прямо под вышку. 33-я ничего здесь не успевает сделать. Кроме того, что вызвал Эйдолоны. Ну и их еще и Артизи может попытаться зафармить. 6-3. Это уже лучше. И катапульта рядом. Крипов можно быстро убивать. Нападение на Фира пошло. Метаморфоза прожимается. Есть два сильных крипа у ППД. И Фир погибает. Именно Чен Фраг себе зарабатывает. Параллельно в соло разбирается Сумейл с Заем. Наконец-то Зая сбили. Приличный стрик. И три сотни получает за него. Оффлейнер. Команда ЕГЭ. Сюда летит Зай. Снова Артизи. Получает Маледикт. В очередной раз. Но в этот раз каски, если попадут, то урон просто не прилетит лишний. Зато лишняя каска отлетела в Мизере. И вышку практически снесли ЕГЭ. Они могут успеть это сделать. Артизи не нужно рисковать. Артизи... Ой, как не нужно рисковать. Вроде как живет, но стан получает. И Долоны пробивает. И Артизи погибает. Вышка в размен на собственную жизнь. Да, наверное, это стоило того, хотя. Хотя сомнительно. Вышку в любом случае рано или поздно снес. Там оставалось-то. Так, Фир. Пока тоже имеет очень мало. И по фарму, и по экспе. Я, пожалуй, Нетворс уже включу. Там поинтересней. А там первые две строчки за оптик гейминг. И Вайпер с фейзами. И Вайпер будет покупать себе квиллу барабана. Ну, тут тоже все стандартно. По-моему, подставляется Зай. Хотя как подставляется, убил Инштопаришно. И не пошел за ним Артизи. Мог дать, конечно, еще одно копье. Там Энигма была неподалеку. У Энигмы есть уже Блэк Холл. И много Эдолонов было. Также могли бы успеть и Пэлла там приговорить. Есть Вич Доктора Мана на полный прокаст. Есть третий Маледикт. При должном желании можно попытаться убить Артизи в самое ближайшее время. Гирокоптер идет на центральную линию. Бросил свою легкую. Вот Райдер потихонечку начинает разгоняться. До такой степени, что, несмотря на пару смертей в начале, Сумаил уже приближается вплотную к даггеру. Ведь он реально купит этот даггер очень рано. Нападение на Фира снова вчетвером. Бегут на него. Тот получает Маледикт. Тоже без шансов здесь погибнет. Другой вопрос, что размен может быть какой-то. Нет, здесь оказался лишь один крит. Он, конечно, не помощник в такой ситуации. И Т1 также достается опти-гейминг. Моментально воспользовались этим фрагом. Ну а Сумаил тратит все просто, чтобы купить свой блинг даггер. Левел 8 улетает на базу. Даггер покупает. Ну и сейчас с ним попытается совершить первый такой уверенный выход. Заай. Как же далеко заходит заай. Сноубол и заай, по-моему, остался. Здесь стоило оно того, по-моему, полнейший бред. Его исполнение. Так хорошо отыгрывал. А, ну тут еще и ППД подходит. Но это ведь ошибка исключительно. Крита, что он зашел на этот хайграунд. Он ведь мог просто спокойно отойти подальше. И тогда бы не встретил Чена. И тогда бы... Опти Гейминг просто совершили один фраг без размена. Но нет. Тысяча. Тысяча преимущества. Опти Гейминг всего лишь. Десятая минута снизу. И вот он первый выход от Сумаила. И нападение на ППД через лассо. Через блинг. ППД может здесь остаться. Копье будет минус ППД. 11-6. Что касается киллов. По всему остальному. У команд практически равенство. Нетворсы кэри практически не отличаются. То же самое можно сказать про оффлейнеров. Ну и вот только Гирокоптер немного выигрывает у Вайпера. Абсолютный баланс на карте. Вот сейчас Фир встречает Зая. Зая уже все потратил. Нужно обязательно расстреливать здесь Вич-Доктора. Гирокоптер бросает кулдаун. Неужто подумал, что хватит урона с Маледиктом? Маледикт заканчивается. И Синси просто вынужден улетать. Он сам там чуть не погиб. Хорошо. Сейчас ЕГЭ действовали в последних двух моментах. Пару фрагов оформили. Лассо в смысле будет снова через 30 с небольшим секунд. И можно еще один выход придумать. Теперь желательно, конечно, убить ничья на кого-то по цене. Энигму. Либо Коров. Либо Кэри. Террорблейд. Ушел в лес. Там ему больше нравится. И на топе. То самое нападение на Энигму, которое успевает вместе с Ченом оформить фраг на Энштопаришине. Но 33-й здесь останется. Пепедит также без маны, без телепорта. Пепедит тоже можно убивать. Вокруг него много самонов. Но они все горят очень серьезно. И Пепедит, естественно, отсюда не уйдет. Минус 2 в исполнении Вилдженюса. С даблкил достается Сумаилу. И он очень быстрый форстаф такими темпами себе получит. Уже самую дорогую составляющую может себе купить. Здорово. Здорово играют ЕГЭ. Вот в последние моменты. Действительно классно. Ну, оптик... Мне кажется, устраивает такая игра. Абсолютно. Снизу вышка уже снесена. И Вилдженюс потихонечку начинают осаждать уже Т2. Артизи постоянно будет отвлекать на себя внимание. Ну, и либо отвечать на это, либо позволять ему зарабатывать деньги на этом. Но как вы будете на это отвечать, когда там сумасшедший Сумаил? Только и ждет, кого бы можно было поймать. Снова у него есть лассо. Файрфлай, правда. В кулдауне теперь. Вайпер получает наконец-то свободу и тоже может пофармить. Ну, я не думаю, что первая карта в исполнении ЕГЭ была такой уж показательной. Они сыграли какой-то конкретной своей стратегии. И стратегия не зашла. Оптигейминг, хорошо на нее ответили. Вторая карта вообще пойдет по-другому. Абсолютно. И пока ЕГЭ классно смотрится. Все может рано или поздно измениться, но... С их пиком, против такого пика так и нужно действовать. Оптигейминг, для них еще ничего страшного не произошло. Они даже по фрагам лидируют. И вот эта тысяча перевесов в пользу ЕГЭ это совсем смешные цифры. Просто Сумаил. У него, кстати, форстаф вот-вот уже появится. Осталось на кольцо накопить. Потому что Паришин также 6-й левел имеет. И Вич Доктор его имеет в том числе. Здесь нападение через Маледикт совершили на Артизе. Очень быстро его убили. Маледикт получает. Из дизейбла не выходит. Погибает. На топе будет попытка напасть на Пайкат. У него есть Сандер. И тут очень важно не дать ему его использовать. И вроде как не дают. Да. Сумаил четвертый килл подряд. Сразу не успел, а потом уже было слишком поздно. Ну и это аналогичный абсолютно ответ от ЕГЭ. Потеряли Пайла, убили Террор Блейда. Убекоманды ровным счетом ничего с этого по сути не получили. Было бы плохо, если бы ЕГЭ не убили. Итак, снизу CCNC включает барабаны, чтобы просто бежать. Так как бешеный Пэл уже собирался грызть его. Но там нет по-прежнему диффузов. С ними было бы попроще. Так что пока нормально все. Итак, оптик. Прилетает. Понимайз Бласт. Неплохо, причем прилетает. Террор Блейд здесь. И не хватает урона, использует тот Сандер. И легко, очень легко убивает Крита. По-моему, Крит немного ошибся здесь. Поверил, видимо, что кто-то еще пойдет. Моментально выкупается. Попытка зафокусить CCNC. Блокирует тому путь. И как бы второй раз не погиб Крит, а он погибнет. А команда-то не поможет. Команда очень далеко. Команда... Вы посмотрите, где находится. Часть команды. Артизи. Мизери. Сумаил. Хотел, видимо, за Террор Блейдом прыгать. Но здесь Блэк Холл, наконец-то, от 33-го. Первый на карте. Мы увидели. И... Легко убивают Сумаила. Фир, конечно, живет. Гирокоптер уже был далеко. Вич Доктора вообще здесь не было. В любом случае, это большой плюс, что убили Сумаила, который успел неплохо так разогнаться. У него сейчас будет 12-й уровень. Артизи тем временем взял себе Дифижил Блейд. Фир пока только с Доминатором. У Фира действительно дела идут так себе. Ну, хотя я смотрю на цифры, и он вроде как третий. Но этого не чувствуется. Вайперу, чтобы быть очень полезным, надо иметь больше, чем условный Гирокоптер. Гирокоптер дал кулдаун по толпе и уже огромный импакт внес в драке. Вайпер немного не тот герой. Он просто не про это. И он свою пользу еще принесет, наверняка. Ну, а пока будут убивать CCNC. Ребята из Evil Geniuses или не будут, потому что Шрайн прожимается. И теперь Крит под Маледиктом вынужден бежать кулдаун. Успеет ли приземлиться на Сумаила? Да, успевает. Также летит ему в спину ракета. И там Крит погибает. Сумаила также подловили минус Сумаил. 2 в 0. И третий тоже здесь, скорее всего, никуда не денется. Замерзнет ли CCNC? Да, замерзает. Мизери! Последнюю тучку получает от Энигма. 3 в 1 файт. Там успел Фир расстрелять Чена. И также Энигму не отпустили. 3 в 2. 3 в 2. При этом все герои ЕГЭ участвовали в драке. А оптигейминг справились без Блэкхола и без Террор Блейда. Это я просто решил найти положительный момент. Из плохого для оптигейминг размена. Но, как мы видим, никто в минусе по итогу не оказался. Так, ракета Фира. И Пайкат пошел в погоню. Пойдут ли до конца? Нет. Тут Айс Глаз сейчас остановит, я их думаю. И... Ребят, передумали куда-то отправляться. Пепеди. Довольно бедный для Чена. Я вот смотрю на Крита. Он и байбекался. Он и погиб. Достаточно много раз. И убивал меньше. Но при этом Нетворс у него побольше, чем у Чена. Очень мало Чен нафармил. Несмотря на хорошее начало. Дальше как-то тоже пользы команде принес мало. Нет, пуша с ним абсолютно никакого. Две вышки снесли. С Ченом Энигмой. Оптигейминг. Почти за 20 минут. Цепляют. Через лосось. И успевают его убить. Но тут Блэк Холл только в одну лишь цель. И можно 33-го также расстреливать. Вот это, по-моему, ошибка от игроков Оптигейминг. Двух героев они уже потеряли. Зай улетает. Благодаря Чену. Но, тем не менее. Двоих потеряли. Двоих потеряли Оптигейминг. И потратили самое главное. Блэк Холл. Это, пожалуй, самое важное. Ну и сейчас потеряют еще и Т1 Миди. И ЕГЭ могут оторваться немного по деньгам. Наконец-то. Так. Не тут включил. Табличку. И вот 3000 ведут ЕГЭ. Это уже повеселее. И Рошан. Неужто пойдут прямо сейчас? А почему бы и нет? Либо попытаются еще кого-то убить. Пэл с Аганимом. Да, чуть-чуть быстро он его собрал. После покупки Дефюжил Блейда. Ну и первый он по Нетворсу. Удивляться не приходится. Что вообще у Энигмы? Есть Даггер. Дальше выйдет Блэк Кинг Бар. Понятное дело. Мидас покупать не стал. И Энигма. Зачастую. В играх с Мидасом. Может держаться на первых. Трех строчках. Трех-четырех строчках. И не отставать практически. От лидеров по показателю заработанных денег. Но об этом позже. Потому что нападение пошло очередное на героев команды оптигейминга. Уже теряют 33-го. Теряют также ВИЧ Доктора. Кулдаун прилетел. И неплохой дэмэдж там прилетает по игрокам ЕГЭ. И Крит может погибнуть под Маледик. Там Вайпер также может отправиться отдыхать. Но параллельно убивает ССНС. Убивает просто всех злые гении. Успел конечно Пайкат прожать Сандер. И заработать один лишний фраг. Но его сгрызет здесь Артизи. Драг по-моему 5 в 3. И дальше Зай. Который выкупился. Также погибает. Зачем? Почему он вернулся? Непонятно. И ЕГЭ. Браво. Просто браво. Благодаря активным действиям. Благодаря опять же отличному врыву Сумаила. Благодаря ошибке Зая. Они заработали на 1 фраг больше чем должны были. 1700 получают. За этот файт. Итого 5000 ведут. В сумме плюс. Артизи может уничтожить и Т2. Ну и 3 топ-нетворца. В топ-4 у них. Нужно бежать отсюда Артизи. Или не бежать. Ой-ой-ой. Как же он здесь хорош. Пришла Энигма. Ну привет подруга. Эйс Бласт также классно прилетел. Вот это да. Вот это. Камбэк в серию от. Evil Geniuses. Они уж точно не хотят. Сдаваться так просто. Там в финале ждет. VGJ Storm. Которых можно проходить. И я говорил уже сегодня. В начале стрима. Ну мне кажется. Что победитель вот этой пары. Кто бы им не стал. Выиграет этот финал. И VGJ не сумеют там. Дать бой. Может быть я ошибаюсь. Ну а здесь снова нападение на CCNC. Станет Кентавр. Минус. Очередной игрок. Opti Gaming. В это время. Артизи начинает бить Рошана. И у него есть 3900. Будет покупать себе. Бабочку. И... Не успеют. При всем желании не успеют оптик. Но у них желания нет. Подраться. За этот Аегис. Итого 8. Теперь преимущество составляет 8000. Вот графики как пошли минуты. С 19-20. Так и идут. Исключительно вниз. Opti Gaming. С того момента ни одного файта не выигрывали. А здесь еще и подловил Пайката товарищ Сумаил. Айсбласт прилетает по нему. Пайкат очень хочет наверняка Сандер прожать. Но он без шансов. Просто сгорел. Пайкат. И у ЕГЭ открыт путь к последней. Т2 вышки. А дальше можно и о хайграунде подумать. Пока Аегис еще есть. У Артизи. Ну и бабочку вот-вот он купит. Продолжают. ЕГЭ идти по верхней линии. ППД до сих пор ничего себе не купил после медальки. У него по-прежнему даже предпосылок нет к появлению Аганима. Либо чего-то еще. А что-то еще он вряд ли будет покупать. Ну и Артизи. Летит в него ракета. Есть Миднайт Пульс. Ну я не думаю, что смутит он ЕГЭ. Фир продолжает расстреливать вышку. Неужто уйдут. Да. Уходят Эвл Дженюсис. Крит улетел вниз. Все остальные просто бегут пешком. А Аегис не стали. Как-то разменивать бабочка, кстати, уже появилась у Артизи. У него также еще тысяча золота имеется в наличии. Ну и... Улетел-то по итогу в итоге один лишь Крит. А значит... Можно еще раз попробовать подраться. Это ж если вторую карту ЕГЭ выиграют... Это ж сколько еще дота-то сегодня? Представьте, есть ли еще шесть карт. Так, нападение на ССНС. Очередное хорошее лассо от Сумаила. Но тот включает Блокинг Бар и пока живет и выживет. Он уходит. МПЛ уже не знает, чем себя занять. Ладно, хоть на хайграунд не стал прыгать. Это было бы очень рискованно. Там можно и дважды погибнуть. Нет, Таска. Крит так... Уверенной походкой. Только-только сейчас подходит команде. У Фира 1200. Тоже денег немного. ЕГЭ прекрасно понимает, что одна ошибка. Вас ловят в Блэк Холл и вы проигрываете драку. И все, что у вас есть. Ну, если не все, то очень многое камбэкается. Рисковать они ни в коем случае не хотят. Там руна очень красивая лежит. Она бы не помешала Артизе. Единственный вижен, который есть у Оптик, это вот этот вард. Но они вообще даже близко не видят вражескую команду сейчас. 2000... Ой, 12000 преимущества сохраняются. Ну и если графики двигаются, то только вниз. Все в пользу Evil Geniuses. Но ЕГЭ скоро закончится такими темпами. ЕГЭ до сих пор не идут за него драться. Парочку манго Артизе использовал. На ходе ДД. Ну и вот теперь можно идти. Можно хотя бы попытаться пойти. Там Крит использовал Шрайн в одиночку. Террор Блейд. У него только Монтостайл. Поймайте его в лосо. И он не успеет сделать ровным счетом ничего. Но пока ловят ППД. Успеет ли Айс Бласт хороший прилетает по двум лишь героям. Но самое главное, что по Террор Блейду. Это позволяет его отзонить ненадолго. Но ЕГЭ все никак не могут начать бить Т-3 вышку. Не того героя убили для того, чтобы с этим справляться. Ну как же подставляется ССИНСИ. Его может добить сейчас в одиночку. Да, так и делает Артизе. Ну а ЕГЭС. А ЕГЭС пропал. И Артизе могут оставить здесь. Пытается бежать до последнего. Его толкают. Артизе живет. Очень на тоненького сейчас сыграл Артур. Ну кто не рискует, как говорится. ЕГЭС закончился. И теперь у него нет Тараски. Он не может быстро отхилиться. Ну если он Шиву еще себе соберет. То встречайте во всех пабах. В американских так точно. Новый билд на ПЛа. Нагоним Шива. Я конечно все понимаю. Самоны. Идолоны. И иллюзии. Но. Ну ладно. Не мне его судить. Выигрывают и хорошо. И цепляют Террор Блейда. Успеет? Успеет ли убить его? До Сандера. Успевают или нет? Нет. Не успевают. Террор Блейда телепортировал Чен на базу. То я думаю, куда он пропал. Тридцать третьего зато убивают. Возможно это даже более важная цель. Ракета не попадает. У Артизи он ее за доджи. Кулдаун также. Не накрывает его. И под Маледиктом Артизи не погиб. Попади ракета. Либо попади хотя бы кулдаун. Мог бы и не выжить. Но выживает. Это самое главное для ЕГЭ. Байбек это Энигмы. Преимущество продолжает расти. Уже 17 тысяч. Все равно. Даже Т3 не могут снести. Ивл Жениус. Одному сложно комментировать. На самом деле да. Особенно ночью, когда ты... Ну все равно. Организм-то не привык. Постоянно не спать. А тут всю неделю практически. Комментирую именно ночью. Либо очень поздно вечером. Не приходится делать это в соло. Я не против конечно. Но язык после карты 4-5 начинает реально заплетаться. Это уже 4-ая. А ведь еще Best of 5 впереди. Воу. Надо уже переходить на тяжелые напитки в виде кофе. Пожалуй это я и сделаю. В перерыве. Налью себе большую чашечку. Ну и... Буду готовиться к следующей карте. До сих пор. ЕГЭ ничего не могут сделать на хайграунде. Пока Optic Gaming обороняются. Обороняются успешно. И они до сих пор не потеряли шансы. Один хороший Black Hole. И все переворачивается на 180 градусов. Но пока не получается сделать и это. Команде Optic Gaming. Все что они делают это только отбиваются. Не убивают. Просто отбиваются. Но это тот же плюс. Не умирают ведь? Практически. И вот он тот самый Black Hole. И... По-моему Black Hole мог оказаться ошибочным. Пэла убьют. Да. Все-таки убивают. Значит никакой ошибки нет. И также проблемы у Сумаила. Сумаил уходит. Стоило тратить Black Hole на Пэла? Да. Стоило. Пэл погиб. У вас есть время чтобы... Наконец-то выйти с базы. Хоть что-то нафармить. Полторы тысячи получают за это убийство. Сейчас Optic Gaming. Мне кажется ЕГЭ... Сами не ожидали. Такой наглости со стороны соперника. Ну так и нужно действовать. ЕГЭ не ждали. Optic Gaming воспользовались. И теперь... И Гирокоптер как-то пошел посмелее фармить. И Террор Блейд наконец-то начал это делать. У него есть Скади. У него есть Монта Стайл. У Гирокоптера, кстати, что-то вообще кроме БКБ есть. Как-то мало всего. 10 тысяч Нетфорс. Его Таск обогнал. Его Таск обогнал на минуточку. Ну тогда понятно. Там талант на теньки. Но все равно. Ну не Таск же. Ладно, там будет Райдер, Вайпер. Гирокоптер реально только шестой. Четыре героя в топ-5 в ЕГЭ. Находится. Ну, такими темпами Ирошан дождутся. Которые появятся через пару секунд буквально. Соответственно... Это уже сыр Аегис. И если в прошлый раз Аегис был... Не реализован от слова совсем. То в этот раз, я думаю, ЕГЭ уже... Такими спокойными не будут. И Сумаил. Не получилось подловить. Летит Айс Бласт. Так себе. И пострадать может Сумаил. Погибает он. Отдает ГЕМ. Вот вам и оптик в защите. Летит Вич Доктор. Отменять надо телепорт. Эм... Я, конечно, все понимаю. Но этого я точно не понимаю. Блэкхола нет. ЕГЭ попытаются этим воспользоваться. Байбек от Сумаила. Пытаются очень быстро убить здесь ПЛ. ПЛ живет до последнего БКБ. Включает Террор Блейд. CCNC выхиливается Ченом. И Артизи. Артизи нужно добивать оптиком. Артизи живет до последнего. Артизи... Все-таки убили. Я уж думал, уйдет. Это было бы совсем катастрофой. Но здесь начинает наконец-то расстреливать Фиры. Убивается CNC. Желательно убежать. ППД убежать не смог. Цепляют еще и Террор Блейда. Троих уже потеряли. Под Айс Бласт его сюда возвращают. Сандер был, но не успел тут его использовать. Чен и Энигма против всех. Байбеки у остальных героев, у ключевых героев есть у Террор Блейда. Ладно. Что там по файт-рекапу? Байбек из той с другой стороны. Но у ЕГЭ был подороже. Размен по итогу 2 в 4. Для них. Ну и как мы видим, не наносит Террор Блейд урона. Не в том месте он был. Он все пытался зафокусить Террор Блейда. Это большая часть урона, который вообще нанесли оптик гейминг. Это урон был именно в Террор Блейда. Но самый шок, это конечно телепорт Вич Доктора. На шрайн. Нормально так прилетел. Отъехал. За секунду. И наверняка осознал свою ошибку. Ну что, Пэйл появится через 10 секунд. Рошан до сих пор ждет. Сыра Эгис, я напомню. Второй Рошан. Ну и Волджиниусы знают, что он и есть, и готовы забирать себе его лут. Либо же хотят сначала напасть. Лосос снова имеется у Бэтрайдера. Бэтрайдер, правда, без байбека. Главное, не сильно перебыковать. Очень классный талант у Бэтрайдера на 20-м левеле, но взял левую ветку. Он и Блэк Холл в одну лишь цель, но эта цель очень важна. Артизи нужно зафокусить быстро. Артизи пока до сих пор живет и не могут его убить. Артизи выживает. Артизи живет по-прежнему. Потеряли Чена. Ребята из Оптик Гейминг потеряли также Вич Доктора и будут терять, судя по всему, всех стальных СССР. Расстреливает 33-го. Также пытались добить, но тут спел улететь и Пайкат. Есть Сандер. Хочет он его прожать. Два байбека очень быстро от Оптик Гейминг. Зонят сейчас Пайката и Пайкат Сандер прожать не успевает. Возвращается сюда Гирокоптер, поэтому, по-моему, это тоже может быть ошибкой. Ничего, он пока не может сделать Фиру после байбека минус Гирокоптер. Это похоже на конец. СССР Вылетает? Ну, ладно. Очень быстро возвращается, тем веселее. Морталисты не один, нас много. Ну, за это спасибо. Кстати, нас действительно многовато. Ночью, почти 7000. И я периодически читаю чат, поэтому, если что-то интересно пишите или спрашивайте, я обязательно озвучу. Энигма остается одна. Байбек есть у Террор Блейда. Он, конечно же, его использует. У ЕГС живы Вайпер и Фантом Лансер. ЕГС носят наконец-то Т3-вышку, имея преимущество в 2200 первую Т3. Да ладно. Да ладно. Кто-то написал в чате, что ЕГС стали терпилами, но вот это, то, что они сделали сейчас, это похоже на то, потому что там один Террор Блейд без метаморфозы. Он ее до этого прожимал, а ЕГС испугались, имея перевес по силе героев просто многократный. но они решили, что лучше забрать Сыроеги сначала. Оптигейминг, куда вы идете? Это на самоубийство похоже. Это очень похоже на самоубийство и нет. Никуда они не идут. Лучше бы вот это фармили. Но зато к атаке успеет появиться Гирокоптер. Это, конечно, большой плюс для оптик, если вообще можно найти хоть какие-то плюсы в том, что происходит. Evil Geniuses крайне уверенно проводят вторую карту. Что там по Нетворсу? Ну, там вы сами все прекрасно видите. Гирокоптер, как был позади Таска, у которого уже третий Нетворс, так и остался. Это к вопросу о том, что саппорт так много нафармил. Я понимаю, что талант на 90 золота, ну, что ж так много-то? Какая у него стата? 4, 6, 22. Опять же, обычная средняя стата саппорта. Это же не положительное в плане киллов и смертей. Итак, 25 тысяч Evil Geniuses введут и готовы пытаться заканчивать эту игру. Есть все, оптик, потеряют Энигму без Блэк Холла, проиграют. Потеряют Террор Блейда, быстро проиграют. Нужно с Блэк Холлом сыграть лучше, чем было до этого, потому что все, что я видел от 33-го, это Блэк Холлы в одного Артизи. В одного, всегда. Один раз получилось, убить второй раз нет, и потом сами прекрасно видели, что произошло в драке. Итак, цепляют здесь CCNC, но не получается очень далеко его увести. Кулдаун сверху на Сумаил, Сумаил минус. У него нет Байбека. Пайкат начинает драться в БКБ, Курьер там параллельно подрезал. Чена также потеряли оптигейминг. ЕГЭ не могут. ЕГЭ не могут сломать ни одного барака, и... Я не удивлюсь, если они отступят без Бэтрайдера. Врыв провалился. Артизия. Скорее так, подразмять. Возможно, ждут просто окончания метаморфозы. Пожалуй, сейчас вторая такая способность по силе оптигейминг, которая позволяет им драться после Блэк Холла. А то и первая, потому что Блэк Холлы, как уже отмечалось, были не самыми удачными. Если бы они на сто процентов забирали Артизии, хватало им дэмэджа, то тогда да. Тогда такие Блэк Холлы в одну цель оправданы. Но когда вы его не убиваете на сто процентов, оно того, конечно, не стоит. Все герои оптигейминг живы. ЕГЭ ждут Бэтрайдера. ЕГЭ просто осаждают базу с трех сторон, но при этом не бьют строения. Исключительно крипов, исключительно с двух сторон, там третья очень далеко. можно шрайн сломать. Все мимо прошли, Артизия начал бить, Фир присоединился. ППД. Даже не успел просто выформить свой Аганим. Он последний на карте по количеству денег. У него есть Глимер Кейп всего лишь. И в принципе все. Фир 4600. Пока не покупает ничего. Хочет взять себе шиву. Ладно, хоть ПЛ не стал себе шиву убрать. Купил более привычные артефакты. Артизия начинает ломать этот Барак. У него по-прежнему есть Аегис. Доджит ракету. И Барак может доломать прямо сейчас. Как же там иллюзии выжигают ману. Как же больно Гирокоптеру. И Бэтрайдер цепанул Энигму. Ну почему Энигма там стояла? Есть БКБ, но не успевает прожать Блэкхол. Да и нет в этом никакого смысла. Есть Байбэк, поэтому лучше наверное отойти. Но Энигма ведь еще и выживает пока что. Нет, все-таки добивает ее. Сумаил. Или нет? Нет, нет. Энигма выжила, я прошу прощения. Энигма возвращается в файт. Потеряли уже Фира. Казалось, что последняя тычка прилетела. Там Чен в очередной раз засейвил. И вот сейчас было на Блэкхольчик кого-то поймать. 1200 получили за вайперов. Я уж реально подумал, что там последняя тычка летит от Сумаила и Энигма умирает. Нет, успел. Спастись. Благодаря Чену. Благодаря капитану команды. И... До сих пор держится. Потеряли один барак. Не страшно абсолютно. 27 тысяч, да и черт с ними, хоть 50. Пока строение не снесли, эти цифры абсолютно ничего не решают. Террорблейд. Метаморфоза закончилась. Я уж хотел начать возмущаться, что он так далеко вышел. Без маны, без формы. Ну нет. Живет, ничто ему не угрожало. У нас уже карта длится более 40 минут. А по ощущениям тут все 80 уже прошли. Так много было однокалиточных матчей в Америке, что я даже немного отвык от таких продолжительных матчей. Ну и для интриги очень хочется третью карту. Нас уже 7000 смотрят. А значит интересен этот матч кому-то. CCNC. У CCNC закуп минут 25, наверное, в лучшем случае 3700, ладно. Хочет купить себе Линкинсферу, чтобы доджить лассо. Но я не уверен, что всегда лассо будет тратиться только на него. Там вот цель номер 1. Вот цель номер 2. Гирокоптер где-то там посерединке. Из 5. Смейл фармит криповчена. Всех не успел. Но ЕГ приближаются снова. Есть нули фаер, также УПЛ. А 25-й левел уже давно. CCNC. Ну что? Пойдут злые гений заканчивать? Боятся. Играют осторожно. Я прекрасно их понимаю. Я не могу даже как-то знаете возмущаться по этому поводу. Да и никто не может. Потому что команда играет на победу. Команда хочет просто финал. Команда хочет на мажор. И если они вдруг ошибутся, если вдруг дадут какие-то шансы, их реально накажут. Поэтому допустим, у них будет хоть 100 тысяч преимущества. Пока они не будут уверены на 300%, что они прямо сейчас пойдут и закончат карту, они не пойдут никуда. Они проигрывают серии 0-1. А оптигейминг это все-таки не мальчики для битья. Они тоже в доту играть умеют и делают это хорошо. И с ними сейчас в Америке должны считаться абсолютно все. Ну и снова сождают базу с двух сторон с тех же самых. Просто там нет Т-3 сверху, поэтому вниз никуда никто не идет. Можно дождаться еще одного Рошана вопросов нет. Сыраегис, шарт. Нормальный такой лак у четверых. Почему бы и нет? ну вроде возвращается ЕГЭм. Нужна рапира на ПЛ. Нужна рапира на гирокоптере. Будет мне кажется минут через 5-7. если ЕГЭс несут окончательно две-три стороны. Но пока он собирается покупать себе бабочку. Что по байбекам? Есть у двух кор персонажей, нет у Террор Блейда. Тут все просто, Террор Блейду нельзя умирать. Аппарат далеко. Таск приближается к команде. Какой же он мажор все-таки? Просто посмотрите на эти артефакты с про четвертой позиции. И почти 30 тысяч ведут ЕГЭ. Террор Блейда Энигму нельзя недооценивать. Фир. Нет, не подходят к баракам. Просто вот просто иллюзия ПЛ. Там пытаются что-то делать. Неплохой из Бласт прилетает, хотя не попадает ни в одну из целей. Оказалось, что может кого-то задеть. Ну что ЕГЭ? Ждем Рошана. Курьер там давно висит и как только получит инфу моментально развернуться отойдут и пойдут за артефактами с него. Как же много иллюзий! Тут просто батл между ними устраивается и с той и с другой стороны. Ну вот реально ничего же не происходит на карте. Одни стоят в одном месте, другие просто это место обороняют. Все. Это вот в один момент начинает сильно утомлять людей, как зрителей, я уверен. Но опять же одни не могут, другие пока просто не хотят или побаиваются или осторожничают. Тут уж на ваш выбор. То, что оптик гейминг зажатый и у них нет возможностей даже спуститься с хайграунда с базы, это понятно. То, что ЕГЭ, ну ЕГЭ ждали Аегис и они пошли на Рошана. И вот тут вопрос, попытаются ли оптик подраться за него, но вы не можете далеко выйти с базы, поймут сразу злые гений, что вы ее покинули, если вдруг крипы начнут подбираться там к бараку, поймут, что был прожат смолк, поэтому даже не двигаются никуда оптик. Два ЕГЭ уже затерпели, почему бы не затерпеть и третий? Ну и по закону жанра, как обычно Дота нам дарит дабл дэмэдж перед заходом одной команды на хайграунд в ключевой момент. Но вот этот дабл дэмэдж раньше перехватили оптик. Перехватили же? Да. Террор Блэйд его берет и в смоках вышли. Они вышли. ЕГЭ приблизительно должны понимать, что сейчас происходит. Что прежде далеко. От него нужен только ультимейт. По факту. Ну что, Артизи или Сумаила? Или кого-нибудь еще? Так, и можно на самом деле убить Сумаила. Тут получает Маледикт, но моментально прожимает БКБ. Кулдаун в никуда. Начинают фокусить пайкаты. Вот он Блэкхолл. В кого его давать? Вайпера? Да нет, конечно, Вайпер не та цель, в которую хочется давать Блэкхолла вот в двоих, пожалуйста. И вот это уже классно. Убили Бэтрайдера. Убьют сейчас еще и Вайпера. Вайпер сыр прожимает, живет. Там Чена убили. Он сразу же использует Байбэк, Террор Блейд использует Сандер. Чуть не убил он там Таска, но тот спрятался в Сноуболл. Террор Блейд теперь фокусят чуть ли не всей Тайз Бласта его охватило. Гирокоптера также убили ЕГЭ. Энигма без Блэкхолла. Энигму тоже можно сейчас попробовать приговорить. Артизи с Аегисом и то пока живет. Энигма снова уходит. И Артизи выбили у него Аегис. ЕГЭ без одного персонажа сейчас. Но так ли это важно? Артизи сильнее чем Террор Блейд без Метаморфозы. Тот использует Сандер. И Блэкхол снова неплохой ведь. И минус ПЛ и минус Вайпер и можно убить еще и Мизери. Оптик. Они выигрывают драку. Они выигрывают драку против Аегиса Сыра и Шарда. У кого он кстати был? Я вообще не успел за всем этим. По-моему он был у Бэтрайдера. Если я ничего не путаю. Уж простите если я ошибся. Но драка которая казалось бы длилась чуть ли не в вечность. Четыре байбэка использовали оптигейминг. Два байбэка потратили ЕГЭ. То есть ЕГЭ потеряли очень много. 10 тысяч урона нанес фантом лансер. Но ЕГЭ проиграли драку. И у них сейчас есть байбэки и нужно попытаться хотя бы их выбить. Причем выбить таким образом чтобы вас не подловили не убили. У них мы-то свой рефрешер есть. блокхол будет через 70 секунд. Но можно ведь попытаться снести один тавер. Ну либо точно развести на байбэк фантом лансера. Ведь еще не проиграли оптик карту. Даже близко. Тридцатка почти. Да и плевать на нее. И ведь ломают. Есть глиф. Сейчас могут просто восстановить равенство по снесенным лайнам. Так. CCNC осторожнее нужно быть. Используют блокинг бар и террор блейд вместе с вайпером вместе с иллюзиями и далонами и всем остальным катапультами. Восстанавливают равенство равновесия но не ту цель. Сейчас вытаскивает Сумаил. Сумаил нужно бежать. Байбэк был все-таки использован ПЛом. Насколько же молодцы в оптик гейме. Насколько же они красавцы. Они развели на байбэке и снесли сторону. И второй барак тоже будет сломан. Ну просто браво. Потрясающая игра. Потрясающе защищаются. ЕГ так долго тянули. Так ждали этого момента. Но дождались появление просто рефрешера на Энигме и этот рефрешер сделал последнюю драку. Вот реально сделал. И сколько раз там этот Чен безагонима несчастный. Сколько он раз тиммейтов сейвил и отправлял их на базу. С десяток наверное уже если не больше. И байкат этот на тоненького вышел. Успел Сандер чуть ли не в первый раз прожать за игру. Нормально. И они отыграли. Они отыграли очень много. если это имеет какое-то значение в плане денег. Ну просто браво оптик. Если они еще и выиграют это это будет полнейшая фантастика. А ведь могут. Блэкхол есть. Два блэкхола есть. Байбэков нет. Это да. Но на Энигме то есть. Возможно это единственный персонаж на котором байбэк сейчас важен. Потому что там два блэкхола и скастованный хотя бы один удачно может позволить выиграть игру. Вот она Энигма. Блин какая же карта. Почти час злится. И конца края просто не видно. Можно Рошана подождать. Почему нет? Читаю что ЕГ с тремя Егисами не смогли сделать ровным счетом ничего. Вот эта сторона несчастная. Это абсолютно не то что ты хочешь делать с тридцаткой преимущества и с тремя Егисами по ходу карты. Так что еще один в активе у Evil Geniuses и ладно. Там же у Мизри артефакты. Как будто он не саппорт а на миде стоял. Понятное дело минута уже какая. И только Чен купил себе Форстав после Гриммера Уич Доктора. Линза. Также Форстав есть. Двадцатый уровень. Давайте смотреть байбеки. Это самое важное. Я смотрю на байбеки на кор персонажах. Нет ни у одного. Есть Enigma и есть Ench Operation. Если это вообще важно иметь байбек на аппарате. А у Enigma есть все. БКБ 6 секунд по-прежнему. Ну что? Оптик либо герои либо самоубийцы и облакол не в кого прожимать. Разбегаются просто ЕГ абсолютно в разные стороны. Так теперь фокус в спину по Enigma. Ошибочка получилась. Нужно бежать всем остальным. Байбек от Enigma она хочет вернуться в драку. Чен также погибает никого пока не могут убить оптик. Кулдаун также в никуда. Скорее просто зонящий. Там иллюзии просто уничтожаются. CNC пытается сделать хоть что-то. А тут погоня от Пайката за Фиром. По-моему не самая лучшая цель. А 33 хочет прожать Блэк Холл. И он готовится это сделать вот сюда в Артизе в Фира вместе. В идеале конечно. 4 в 5. 4 в 5. И 33 снова под фокусом нужно бежать. Лучше пытаться защищаться на базе. Но не получилось. План был неплохим. Увы. Реализация подкачала. Ну и стоит отметить EG, которые в этом моменте тоже сыграли классно. Разбежались просто в разные стороны. Энигма вообще на передовой была. Как это обычно работает? У вас есть какой-то герой, который обращает вражеское внимание на себя, начинает драку, а Энигма потом, когда соперник уже повязан в этот файт прыгать. Здесь Энигма бежала просто с распростертыми объятиями и говорила ребят, идите ко мне, но EG какие-то недружелюбные сказали давай в другой раз. Камон, спать же хочется, скажи им, чтобы заканчивали быстрее. Ну, что я вам могу сказать? Им, видимо, не очень хочется в Америке. Они только проснулись. Ну, как только, несколько часов назад. Мизери, мизери, мизери минус, байбек есть. А вот здесь сноубол, просто куда подальше. Рошан, вот-вот будет. 10 секунд появления Рошана снова со всем чем можно. И до сих пор есть блокхолы. Что по байбекам? У Террор Блейда меньше, чем через минуту. У ПЛа через две с половиной. И, пожалуй, байбеки и оптик. Да, они действительно появятся пораньше. Главное, чтобы денег там хватало. Ну, у ТБ денег хватит, у Гирокоптера денег хватит. А вот у ЕГЭ, если они вдруг потеряют ключевых персонажей, байбеков не будет точно. И оптик, как будто сами выигрывают 30 тысяч. Вот так просто, CCNC бежит вперед всех. Так, байбек отенч-то порешено. И здесь не получилось Сумаилу использовать. Лосой! Сумаил может погибнуть! Поднимает себя в Юл в последнюю просто секунду. Там Блэкхол хочется дать на Артизи. Дают Блэкхол. Артизи. Артизи! Артизи погибает. У него нет байбека. Его не будет возможно до последнего. Крит также может отправиться отдыхать. Крит, последняя тычка нужна. Минус крит. И теперь расстреливают Фира. И Фира тоже можно убить. Минус Фир. И также без байбека. Байбек был только от Таска. Бэтрайдер теперь пытается выиграть драку. сюда оптик. И конвейер продолжается. Еще один байбек. Но Террор Блэйд с Гирокоптером хотят закончить эту карту прямо здесь. Сейчас убивают мизери. Так. Син Си. Замерз. Он замерз после байбека. Его тоже убьют. Фантастика. Что происходит вообще? Господи. Успокойтесь. Остановитесь. Кто же выиграет эту карту? Вау. Пайкат бежит. У Пайката нет метаморфозы. Пайкат нападает на Сумаила. Под Т4 Сумаил ловит Маледикт. По-прежнему только Таск и только Сумаил. Пытаются выигрывать время. Пайкат начинает ломать Т4. Байбек от Сумаила. У него он был. И этим можно пользоваться. Можно убивать здесь Террор Блэйда. Успеет ли его отправить Чен на базу? БКБ Сандер минус Крит. БКБ Сандер минус Крит точно. И Т4 начинает ломать. Байбек пошел от Фира. Нет Байбека. Ни одного героя на карте. Фир прогоняет отсюда Пайката. Боже, что происходит? Сумаил хотел цеплять конечно Террор Блэйда. Того отправили на базу. Теперь просто гонится за Заем. Все это время Фир избивал Чена, убил его. А Сумаил может не отпустить Зая отсюда. И сейчас опчик останется без четырех героев. Что происходит? И шестидесятая минута. И знаете, что самое страшное для оптик гейминг? А то, что ПЛ появился. Ему нужно просто накопить шесть сотен на байбек. И он будет дважды в файтах. Чего не скажешь о Гирокоптере, чего не скажешь о Террор Блэйде, который даже в отсутствии вражеских героев не смогли ничего сделать на вражеской базе. Две стороны все-таки оптик потеряли здесь. Самоил просто гонит. Террор Блэйда. А тут ведь Вайпер, тут ведь ПЛ и можно сейчас Пайката оставить здесь. Пайкат. Есть БКБ. Будет Сандер. Возможно будет Сандер. Хотя плэкол неплохой. Фира. И Сандер прожимается. Но слишком много урона. И вот он второй плэкол. Поздновато. Его не хватит. И 33-й тоже минус. Минус 5 в исполнении Волджинюсов. Ноль байбеков. Они могут заканчивать эту карту на 61-й минуте. Сдаются. Фух. Все, что я могу сказать. Ребят, спасибо, что подарили такую карту. И спасибо, что все-таки ее закончили. Хоть и так долго вы это делали. Ну, красивейшая просто по накалу карта. Великолепная. Я не знаю, я на эмоциях. Тут нужно обязательно передохнуть, налить кофеечек, отдохнуть, я не знаю, какие-то там 5-10 минут. И мы обязательно вернемся смотреть третью карту, которая, я надеюсь, что будет не хуже. Тут уж проснуться можно. 100%. Еще раз напомню, работает для вас Морталис. Давайте табличку я открою ненадолго, пока пока есть это время. вы сами видите урон, вы сами видите ГПМ и остальное.